Какая-то прелесть, когда мы не первый день в месяц-то работаем. Потому что я сюда приезжаю, а я начинал сюда приезжать, еще только начало лета было. Я сюда приезжаю и вижу, что люди берут машины. Берут машины, берут запчасти, покупают даже машины целые и восстанавливают их. Потому что, ну такое же бывает, да? Что-то случилось с вашим автомобилем, вы получили страховку. Куда дальше машину вы деваете? Куда вы ее деваете дальше? Я предлагаю вариант отдать ее сюда. Здесь ее качественно разберут и продадут тому, кто нужен. Мало того, есть люди, которые просто вашу машину восстанавливают. Вот она, то ваша счастье, которая располагается здесь, на улице Клинкерных, 22. Потому что зачем платить много? Есть в наличии детали на то, что в большей степени продается в России. И вот я толком не знаю, но не у всех такое случается, да? Не каждый себе может купить колесо. А если вы колесо, то дело прокололи в действительности, да? Вы за одним колесом будете бегать. Я предлагаю вам приехать сюда, на улицу Клинкерную, 22. И посмотреть колеса в наличии. Потому что машина сюда приезжает и летом, естественно, и зимой. Вот, машина приезжает с нормальными колесами. Ну, допустим, машина сгорела, колеса остались. Колеса можно, и вы можете эти колеса купить в том числе. И для лета в том числе. Ну, нас сейчас интересует зима. Смотрите, сколько замечательных колес для вас. Ну, а как по-другому то? Мало того, зачем покупать диски? Они тоже есть в наличии. К слову о колесах. Вот видите, что рядышком станут. Замечательная липучка. Я бы, честно, сказал, мне липучка сейчас больше нравится. Потому что я на ней езжу везде и всюду. Мягко говоря, ну, вы же прекрасно должны понимать, что в городе, ну, не всегда стопроцентный гололед. Липучка с этим справляется легко. Кроме всего прочего, на шипах вы не можете ехать долго с большой скоростью. Шипы просто повылетают. На липучке никаких проблем нет. Но мы-то говорим вам про диски, да? То есть машина также приезжает сюда и на дисках, боже ты мой. Это же авторазборка, да? То есть что мне в этом году удалось? Я себе поставил на свой замечательный Nissanчик 15-дюймовый диск. Потому что у меня есть авторазборка. К слову о том, что вы это можете сделать сегодня, сейчас приехав сюда на улицу с клинками в 22. Теперь вопрос другой. Я бы понял суть дела, если бы у человека было бы даже мелкое технологическое образование. А так странный перец рассказывает по РТР всякую бредятину. А еще я не люблю, когда они начинают по ушам втирать. По ушам втирает и мне, и вам, естественно. Где втирает? По РТР. Начинают рассказывать, что машины сварены, это ненадолго. Пункт номер один. Вообще-то все машины варены. И даже новые машины не варены. Или вы что думаете? Ваш автомобиль сделан из цельного куска железа? Ну, это во-первых бред сивы кобылов. Как его варят? Ну, вопрос, в принципе, достаточно понятный. Электродуговая сварка. То есть идут точки. В связи с тем, что я немножко специалист в этих областях, я вам расскажу, что любая сварка начинает гнить именно в месте сварки. Потому что вы никогда не сделаете так, чтобы при перенапряжении металла, а металл становится перенапряженным в местах сварки, именно в этих местах и идет ржавчина. Не надо мне сказки рассказывать. Зайдите просто в Магнитогорский горный институт и переговоритесь с ним. Все остальное. Вы знаете, иногда, иногда машины так свариваются, что ни одна обыкновенная сварка это не сделает. Любые машины, вот драгрейсинги в Америке, это качественные сварки. Все остальное лопается, а машины недорогие мои. Не надо рассказывать сказки и по ушам проезжать. Что они вам показывают? Вау, удары. Показывают лобовые удары. Поверьте мне, при лобовом ударе столкновение будет косячным. И никто не выживет. Вместо того, чтобы ездить по правилам, я сейчас объясняю, как я езжу по правилам. Если человек, ну бывает такое, что человек вылетел на встречку и никуда не девается. Ребятки, бога ради, ну посмотрите мою передачку. Что вам надо сделать? Сбавьте скорость. Примите вправо. Если есть возможность, уйдите на обочину. Никогда не втыкаетесь лоб в лоб. Потом поймете, что это такое. Может быть и вас уже не будет. Так что, ребят, думайте прежде всего своей головой. И мы не будем говорить, что машины сварные, это не есть правило. Машины сварные, это правило. И это правило очень хорошее. Ух, поверьте мне. Вот о чем мы и говорим. Про бамперы я вам рассказал. То, что ломается постоянно. Есть и здесь. И теперь про двери, которые тоже есть. Теперь самое простое правило, почему его нет у нас. В действительности я не понимаю. Ну, с другой стороны, у нас не так уж и много людей, которые занимаются автомобильными разборками. И еще меньше, которые понимают, что важная сущность телевидения, которая все это дело и рассказывает. Почему я за моей спиной, естественно, двери? Потому что, это часто случается, машины бьются, да? Причем, как правило, машины бьются именно в боковые стойки, да? И двери там ломаются. Зачем вам это нужно? Вот они, бушную дверь. Ставьте спокойненько, красите и все, остановите. Ну, не надо по ушам проезжать. Никогда вам не говорить, что машина была пять лет в эксплуатации, ничего с ней не случилось. Ну, поверьте мне, такое даже может случиться и на второй день после эксплуатации. Кто-нибудь у вас в реверсе. Ребятки, не втирайте по ушам ни себе, ни людям. Просто ездите спокойненько. И, к слову, о том, какие запчасти вы можете использовать. Я вам предлагаю приехать сюда, на улицу Клинкиной, 22. Купить себе то, что есть в других местах, но стоит гораздо дороже. Вы говорите про БУ, да, есть. Но поднимемся на второй этаж. И здесь в наличии новинки. Из разряда того, что ломается. Так вот, что вы не поняли, что я пришел и показал вам старые кадры. Нет, господа. Я только-только на улицу. Сюда пришел, на второй этаж. Ну, вот, чтобы понятно было, да? Что это же не просто авторазбор. Здесь занимаются также и новыми запасными частями. Да и не только. Обратите внимание. Мне говорят, что Land Cruiser 200, вот, это джип. Нет, это далеко не джип. Поэтому лазить туда, куда Макар Терят не гонял, не надо. А тот, кто поехал туда и зацепил свои фары, кстати, тоже придет сюда, посмотри. Замечательные БУшные фары. Вот они какие, красивые, навороченные. И, кстати, ну, это, естественно, не сильно дорого. Причем это оригинал. То же самое и на Паджеро, и на Прадо. Никаких проблем. Все, что здесь есть, здесь и новое, и здесь есть и БУшное, и естественное. То есть, мы когда говорим, сколько человек мне необходимо. Да, по сути, мне никто уже и не нужен. То есть, у меня есть авторазбор 9-9-9. У меня есть завастые части СВА. У меня есть замечательная центральная городская ярмарка. У меня есть замечательный еще один павеллянчик. То есть, по сути, этого было бы хватило. А другие приходите. Только разговор будет немножко другой. Разговор будет о ваших деньгах. Потому что я торгую. А у меня замечательное правило, чем я торгую. Я торгую вашей известностью. Потому что круче телевидения нет ничего. Конечно, это круто, когда мы вас показываем. Теперь вопрос, к кому вы можете обратиться. Программа «Автостоп» самая старая на российском небосводе. Ей уже 17-й год. Нет нигде и никогда такой программы. И это точно. Так что думайте, с кем вы будете работать. Как-то так и получается. Да, пришли сюда и купили все. При этом в цене вообще не сильно попадает. По одной простой причине здесь за ценами не гонится. Ну, не гонится здесь за ценами. Хотя, некоторые говорят, что мы можем вам предоставить неоригинал по цене дешевле. Ну, дело ваше. То есть, вы можете взять конкретный оригинал с вашей замечательной машиной или купить себе неоригинал. Думайте сами. А цена то на то и получается. Мягко говоря, если мы говорим о всех машинах, которые здесь представлены, ну, во-первых, это не ушатанные машины. Потому что, ну, я вот вчера проехался по городу и увидел большое количество машин расхвастанных. Понимаете? Ну, народ не понимает, что необходимо колеса-то поменять. Не понимает и вылетает. Скажем так, в 90... Ну, скажем, не 90%, но в 50% случаев машина антикредитная. Что-то случилось, ну, вы же можете получить деньги обратно, а машину не сдать куда-нибудь, а просто продать. Продать ее сюда. И вот это самое правило. То есть, ваша машина может прослужить еще и дольше, чем она у вас в действительности.